Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы с вами снова находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения в разделе разработки LPFO. Многие из вас этот раздел прекрасно помнят, знают. У нас проходили акции рекламные, мы соответственно некоторые наши продукты раздавали абсолютно бесплатно. Что мы можем видеть сейчас в данном разделе? Раздел номер 5 разработки LPFO. Первое. Это науральский личностный тест. Тест заявлен нами достаточно давно. Техническое задание для него разработано уже более полутора, может быть двух лет тому назад. Работа над ним ведется в ближайшее время. Я надеюсь в течение последующих двух-трех недель работа будет завершена. Она очень большая. Это самая настоящая бомба в области диагностики, в области психологии. Я надеюсь, что этот тест, который содержит в себе более 11 тысяч утверждений вопросов, автоматизированный тест, бланковый при необходимости, возможно, будет. Это будет то, что, возможно, потенциально заменит нам такие тесты, как MMPI, KTEL. Одним словом, тех монстров, которые мы используем на протяжении многих-многих лет в своей работе. И это будет собственная русская разработка по исследованию личности человека на Уральский личностный тест. Пока это лишь рабочее название на Уральский личностный тест. Возможно, методика будет названа по-другому как-то. Но еще раз повторюсь, это будет компьютерная программа. Кто-то, может быть, захочет и бланковую версию. Но это очень трудоемкий процесс по обработке этих тестов. Он будет содержать, как я уже говорил, более 11 тысяч утверждений. Не около, а точно 92 свойства личности будут исследоваться в этом тесте, в этой методике. Это будет нечто. Работа, я думаю, будет в ближайшее время завершена. Рассматривайте это видео как некий анонс, предваряющий, собственно, большую-большую работу по апробации этого теста, по работе с ним. Возможно, какие-то версии методики будут абсолютно бесплатны для наших уважаемых коллег, с кем мы активно сотрудничаем, работаем. И он будет реализован и для всех остальных людей. Это будет бомба. Я думаю, что ему будет посвящено, может быть, не один десяток видео. Может быть, до сотни видео будет посвящено этой методике, этой разработке лаборатории. Далее. Известный вам сборник медико-психодиагностических бланковых качественных методик. Он находится на сайте, его можно приобрести буквально за копейки. Далее. Книга издательства ЛПФО. Она тоже стоит недорого. Находится на сайте. И там изложены основные методические, теоретические, философские основы и практические, самое главное, таблицы, цифры, данные, исследования нашей лаборатории. В этой книге все это можно найти, прочитать и, соответственно, пользоваться очень успешно. В дополнение к этой книге, к этим бланковым методикам и, в общем, в целом, к продукции лаборатории, к нашей автоматизированной, прежде всего, продукции, тестовой продукции, сейчас подходит к концу. Я знаю, что многие, многие, буквально там переписка очень активная, не с одним десятком людей у меня ведется по этому поводу. Многие ждут этой работы. Это некий стандарт работ и принципов деятельности медицинских психологов, да и вообще психологов в целом. Это уникальная разработка, это уникальный документ. Без стандартов жить нельзя. И этот стандарт нами в первом приближении подходит к формированию к концу. То есть мы его сейчас буквально завершаем. Моя коллега сейчас этим активно занимается. И в течение, я надеюсь, в ближайшие недели, 2-3, она все-таки закончит эту огромную, большую работу по конкретизации, стандартизации той работы, которая проводится специалистами, медицинскими психологами, психологами в том числе. В ближайшее время эта работа будет завершена. Тоже в течение буквально, может быть, 2-3 недель. Далее. Вы уже знаете и мы используем в своей работе так называемое автоматизированное заключение «Спектр». Это, собственно, наша разработка. Я снимал по поводу этой системы видео. Эту методику, это не методика, это некий автоматизированный комплекс, который позволяет обработать, он полностью работоспособен, он завершен, это автоматизированное заключение, обработать те результаты, которые собирает любой специалист, работающий в области медицинской психологии и психологии. В нем автоматизированы буквально, может быть, около 90 методик патопсихологических, качественных, количественных методик, как то ММПИ, КТ, ЛУСК и так далее, и так далее, и так далее. Он позволяет очень-очень-очень быстро составить автоматизированное заключение по человеку. Провели обследование, посидели с человеком, с пациентом 3-4 часа, провели все необходимые методики патопсихологические, дали какие-то тесты этому человеку, получили результат. А дальше что? Дальше задача написать заключение у грамотного, опытного специалиста. Это занимает минут 40 при самом хорошем раскладе. От руки садимся и пишем, продумываем каждое слово, каждый оборот. Описываем анамнез, описываем применяемые методики, описываем те результаты, которые по этим методикам получили у этого человека и так далее. Минут 40 у грамотного специалиста это уходит. У неграмотного специалиста или который только начинает в этом разбираться и работать, иногда там до 3 часов может он писать это заключение грамотно. Сначала описывает методики, потом качество описания у него повышается. Он переходит от описания результатов методик к описанию человека на основе полученных данных методик по этому человеку. Одним словом, речь идет об опыте, который приобретает специалист в процессе своей работы. К практического опыта автоматизированное заключение рассчитано как на тех, так и на других, как на опытных специалистов, так и не на опытных, упрощающих им работу. Соответственно, человек, психолог садится и буквально за 5-10, максимум 15 минут составляет грамотное, развернутое, качественное заключение по человеку с помощью вот этой автоматизированной программы. Программа не устраняет человека из этого процесса, а дополняет, упрощает работу специалиста в плане составления грамотного, всестороннего, развернутого, качественного заключения, которое не вызовет ни у кого никаких сомнений и подозрений. То есть, сели, обработали результаты в АЗ-спектор, получили результат, распечатали, принесли врачу-психиатру на стол, положили, психиатр воскликнул Эврика и вклеил это все дело в карточку, упростили ему работу с пациентом, постановку окончательного нозологического диагноза. АЗ-спектор, о нем есть тоже видео, можете посмотреть ниже, на нашем канале. Кроме того, сейчас нашими программистами ведется новая работа. Она не сложная, не большая, простая программа. Рабочее ее название ПФО-помощник или, может быть, это будет не ПФО-помощник. Она может применяться и при работе с экспериментально-психологическими какими-то исследованиями, сбором базы данных по определенному контингенту лиц, будь то в клинике, будь то где-то в промышленной психологии. Соответственно, специалисты, психологи, психофизиологи могут легко и успешно и быстро собирать и обрабатывать базу данных. В дальнейшем они могут подвергнуть эту базу данных расчету какому-то, математическую статистику применить, будь то в Excel, будь то в специализированных программах, СПСС статистика и так далее. Соответственно, программа позволяет быстро осуществить, упростить сбор базы данных, ее систематизацию этой базы данных и в дальнейшем работать с этими документами. Эта работа тоже в течение, я надеюсь, буквально 1-2-3 недель будет завершена. Программа небольшая, простая, эффективная. Родилась исходя из опыта. У нас вообще все рождается исходя из конкретной практической деятельности. У нас научно-практический центр. Мы занимаемся, конечно, знаем и разбираемся в теории, но основная наша работа – это практика, 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 практика. Мы идем не простым путем, то есть мы идем не от теории к практике, но от части, а от практики к теории. То, что нужно, то, что требуется, то, что необходимо, у нас есть. То, что какое-то представляет из себя философствование, пустое резонерство, теорию какую-то продуктивную, непродуктивную. Мы это не применяем, отбрасываем каким-то образом, но это отдельная тема для разговора. Ну, одним словом, ПФО-помощник. В ближайшее время тоже такая вот мини-программка, она появится. Мы ее будем использовать активно в нашей работе. Необходимость в ней велика. Ну и, возможно, будем предлагать нашим коллегам, если таковая потребность возникнет. Некий анонс того, что у нас есть и то, что у нас будет, то, что нам предстоит. Самое главное, конечно, стандарты работы принципов. Ждут, ждут, люди ждут. Ну вот, пожалуй, на этом все. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, задавайте их под видео. Пишите мне на электронную почту. Ставьте лайки обязательно под этим видео. И удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok